Дорогие друзья, я записываю это видео и этим самым видео я начинаю новую такую серию записи, посвященных именно критическим обзорам того, что есть в интернете. Мы же понимаем, что столько много информации, посвященной здоровью, что полезно, а что нет, все пестрит этой информации. И важно понимать, где тут истина, где тут ложь. Конечно, я понимаю, что у каждого врача есть свое мнение насчет любого вещи. Вы никогда не найдете практически какого-то одного мнения на одну вещь. Это связано с многими причинами. Но вот сначала я представлюсь доктор Зимин. Я занимаюсь натуропатией, фитотерапией и естественными методами, которые не противоречат химиотерапии, обычными стандартами медицины, а дополняют их, что очень важно. Итак, это видео, это видео критический обзор то литературы, то что есть в интернете, тех видеороликов, которые приводятся в интернете. И сейчас небольшой обзор по сайту WebMD. Что значит WebMD? Это значит Internet Doctor, Medical Doctor, который находится в Web, то есть в сети. И тут даются очень интересные советы. Почему я выбрал именно этот сайт? Потому что, конечно, он имеет редакционные коллегии, уже давно существует. Трастовость сайта достаточно большая. И поэтому информация, которая здесь находится, она интересная, отобранная, то есть она качественная. И с этих позиций интересно посмотреть, что предлагается и дать критическую, такую врачебную оценку тому, что есть на этом сайте. И сегодняшняя тема, сегодняшний видеоролик, который мы посмотрим, посвященный такой проблеме, как вздутие, такое пучение, да, которое возникает у некоторых людей при приеме пищи. Давайте посмотрим, что предлагается, какие четыре методы, чтобы избежать этого пучения. Итак, сейчас я открою большой режим на весь, на весь экран и будем анализировать и давать критическую оценку тому, что есть. Итак, четыре способа. Вот девушка пытается застегнуться, но так ее раздувать, что она не может сделать. Так, немножко я поправлю, секунду. Итак, первый, первый метод, это смотреть на то, что вы едите в том плане, что подмечайте, какая еда действительно способствует к тому, чтобы было повышенное газообразование. Это прежде всего овощи и фрукты, особенно сырые, вот это сыроедение, когда все в сыром виде, не измельченное, конечно, все это будет способствовать этому. Да, здесь правильно дан совет, что вы смотрите, что вы едите, да, какие овощи, фрукты и так далее, но тут же я бы дал свой совет. Ведь очень интересная вещь, когда мы измельчаем овощи и фрукты, это вот эти все смузи, вот эти новое такое питание измельченное, это просто колоссальная польза, да, потому что вы никогда не съедите овощи и фруктов, да, которые, конечно, нужны в сыром виде, не дробленном, не измельченном. Вы никогда не съедите достаточное количество, а их нужно много, да, всегда. Поэтому вот это измельчение овощей и фруктов в виде смузи, да, и так далее, это очень важно. Здесь я бы дополнил, да, этот пункт, пункт важный, но вот такая моя критическая оценка, такое важное дополнение. Итак, следующее, что предлагается, это пункт номер два, посвященный чему? Тому, что, конечно, молоко и молочные продукты, бобовые брокколи, пшеница, большинство фруктов, мы же об этом говорили. Сода и вот эти все вещи тоже вызывают. Но тут только одна возможность, просто не употреблять эти продукты, молочные, да, и по возможности избегать их, совершенно все верно. Итак, следующие, следующие пункты, которые мы посмотрим сейчас, это, да, это пункт номер два. Разбиение еды на маленькие порции. Вот это дельный совет, потому что, на самом деле, дробное питание в этом плане очень важно. Поступает небольшая порция пищи, и секреторные возможности организма, поджелудочной железы, желчного пузыря, соответствуют тому, что поступило небольшой порции. Отличный совет. Дробное питание. Все, конечно, знают, и советская диетическая школа тоже об этом знала. Да, следующий такой пункт о том, что надо есть пищу, тщательно пережевывая ее. Очень важно тоже соблюдать тем, кто имеет эти проблемы. Понятное дело, что физическая активность, но это настолько избитая фраза, что двигайтесь больше. Даже не знаю, стоит ли упоминать вообще, что надо физически быть активным. Такая, вы знаете, это не отчет, но вот, понятное дело, что чем больше двигаешься, тем больше пользы будет в организме. Это не касается вот этой проблемы вздутия. Это, может быть, к любой теме написал, да, и, в принципе, нормально. Поэтому давайте дальше посмотрим. Да, физическая активность, отдыхать в течение дня. А вот это пример дробного питания. Девушка идет, она что-то... В то время, как она идет, она что-то уже перекусывает. То есть соблюдает то, что есть в этих пунктах. Отлично. И только, знаете, четвертый пункт, придите к врачу. На самом деле, я бы на первое место бы я поставил посещение доктора. Поскольку... Надо выяснить, из-за чего это может быть... Много заболеваний желудочно-кишечных, так называемых функциональных. То есть не обязательно что-то вы видите, когда есть обследование. Допустим, желчный пузырь. Конечно, там можно увидеть, что перегиб желчного пузыря. Или утолщение стенки желчного пузыря. Всякие вот такие штучки, которые подскажут доктору опытному, что здесь может быть дискинезия, небольшие проблемки. Но есть такой разряд функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта, которые, по моему опыту, они связаны с психоэмоциональной системой. Как говорил мой любимый такой учитель, когда я учился в медицинском институте, что гастроэнтерология это малая психиатрия, потому что все наши переживания, все эмоциональные как бы волнения, они все отражаются чаще всего на желудочно-кишечном тракте. Есть такая закономерность и даже такое выражение малая психиатрия. Итак, я прежде всего говорю, этот пункт номер четвертый должен быть пунктом номер один, потому что надо все-таки проконсультироваться. Не стоит так огульно доверять каким-то советам, тем более из интернета. Все-таки, понимаете, врачи же не просто так учатся шесть лет. А, это столько надо изучить, это как-то еще это надо удержать в голове. Поэтому давайте смотреть дальше, что советуют здесь. Так, пришли к врачу, посоветовались, пункт номер один, и уже потом он может прописать какие-то что-то. Таблетки, соответственно, да, таблетки. Что из таблеток я бы посоветовал, да, идет речь о вздутии, пучении и так далее. Я бы начинал, прежде всего, так называемые группы лекарственных средств, которые полностью забыли почему-то гастроэнтерологи полностью. Это вещества, которые подготавливают пищеварение и пищеварительный тракт к приему пищи. Раньше была такая культура аперитивов, специальных ликеров, специальных таких настоек. Сейчас они тоже продаются. Что я могу назвать? Это оперол. Это лимончелла, то, что продается в магазинах. Собственно, тоже есть всякие итальянские такие настойки. По сути дела, настойки на горечах. То есть, перед тем, как принимать пищу, есть такая культура все-таки принимать настойки, пускай они все-таки будут безалкогольные. Вот такая моя идея о безалкогольных настойках. Потому что, конечно, они полезны. Потому что они подготовили пищеварительный тракт. И когда уже человек ест после настойки, уже выработались секрет поджелудочной железы. Уже желчный пузырь заработал. Уже подготовка есть. И гораздо легче вот эта проблема вздутия живота. Она решается. Тут, конечно, указания на это нет. Единственный нюанс получается в чем? В том, что эти настойки, эти аперитивы, улучшающие пищеварение вещества, натуральные, растительные. Вот натуропатия в детстве. Они все на спиртах. И необходимы какие-то безалкогольные. Сейчас в магазине ни одного нет. Я думаю, что, может быть, как разрабатывая какую-то продукцию или где-то посоветовавшись с кем-то, необходимо такие бальзамы, улучшающие пищеварение, и покупать, и вводить на продукт, на рынок и так далее. В общем, вы поняли, да, в чем я? Итак, обсудили вещества. И следующий пункт это ферментные препараты, которые, конечно, они переваривают пищу. Они содержат, по сути дела, те же ферменты, которые есть в секрете поджелудочной железы. И все это вместе. Единственное, тоже возникает нюанс с этими ферментами и препаратами, как их принимать. И один такой момент, очень существенный в плане побочных эффектов, это то, что ферментные препараты, которые мы принимаем регулярно и не посоветовавшись врачам, могут натуральную и естественную выработку энзимов и ферментов блокировать. Это механизм обратной связи всем известный докторам. То, что когда мы принимаем что-то, это блокирует. И естественную выработку внутри организма. Поэтому необходима, опять же, консультация. Сколько раз в день? Чаще всего это один раз в день. Но это общая рекомендация. Это все надо индивидуально подбирать. Я уже не говорю о том, что для детей совершенно другие дозы и другие подходы. А в пожилом возрасте, там тоже необходима поправка на возраст. Итак, обсудили энзимы, обсудили пункт номер четвертый. Итак, что еще предлагают? Да вот, по сути, и все, что касается этой темы. И мне кажется, что вот этот первый такой опыт мой критического обзора очень интересен, да? Потому что я как-то сам подписан на много врачей, смотрю, анализирую, подмечаю какие-то нюансы, какие-то моменты, какие-то важные фишечки, вы знаете, такие в медицине. И, конечно, основная проблема в том, что много информации, по сути дела, что это мир копипаста, когда ты взял информацию и перекинул ее из одного источника в другой, и ты подписался, что это твоя информация. Абсолютно сейчас, к сожалению, нет цензуры, нету какого-то личного мнения. У меня такая обесцененность информации, она абсолютно теряет какой-то смысл, какую-то ценность. И поэтому вот эти критические обзоры, которые я буду проводить регулярно, они интересны прежде всего мне, да, посмотреть, что советуют и что я думаю по этому поводу. И надеюсь, что это было интересно и вам. Поэтому я жду ваших вопросов, каких-то интересных рекомендаций и особенно критики. Критики в мой адрес. И до следующей встречи. С вами был Александр Зимин, доктор натуропатии, кандидат медицинских наук, врач-фитотерапевт. И счастливо всем и пока. С вами был Игорь Негода.